Всем большой трям, с вами Грини и мы снова играем в RimWorld. Снова у нас RayExtreme и снова у нас Ледник. В этой серии я постараюсь построить продвинутый научный стол. Как видите, у нас уже, ну еще в прошлой серии расширилось количество поселенцев, нас стало больше и наш Бара вспомнил его настоящее имя, на самом деле его зовут Маворик. Ну а если серьезно, то просто Маворик сделал достаточно большую поддержку нашему каналу и вот таким вот образом я его по его просьбе отблагодарил. То есть теперь в честь него назван один из колонистов на летсплеях. Так, ребята, давайте мы сейчас перенесем вот здесь вот все камушки. Так, здесь у нас будет наш научный центр. То есть вы помните, я планировал это сделать и я это собираюсь сейчас сделать. Так, хорошо, у нас значит Гринья ремесленник и у нас ремесленник, кто там получается? Харит. Харя, ты ремесленник. Правильно понимаю? Так, Харя ремесленник, но, а что случилось-то? Я что-то понять не могу. Электрический верстак. Ну, включить. Ну а теперь работать. Арбайтон. И здесь мы что производим-то? Коал. Да, все верно. Давайте это дело мы сейчас все пометим на переноску. Коал у нас здесь, ну, нормально. Пускай производится, ничего страшного не будет, если еще произведется. Нефтяночка. Надо построить здесь заново опять втикачалку, с которой уже раз. Так, из столюги, наверное. Говорили, почему я не обнесу ее стеной. Да, в принципе, пофигу, потому что ее обычно сносят не случайным выстрелом. Обычно ее сносят конкретным таким выстрелом. Совершенно не случайным. Так, давайте. И от этого конкретного выстрела, забрасывания гранатами и разрубания топором, стенка вряд ли поможет. Так, а что у нас здесь по железобетончику? Ну и почему мы... А, мы не можем его делать, потому что нам не хватает опыта, да? Ладно, качайся. Так, а что у тебя вообще-то по ремеслу? Четвертый уровень. А железобетончик сколько требует? Седьмой, да? Ладно, Грини, давай займись. Так, а почему, собственно, из бронзы мы делаем? Почему не из стали? Давайте мы уберем отсюда нафиг бронзу. А, ну все. Вот из стали только будем делать и все. А у нас что, еще и сталь кончилась? Замечательно вообще. Просто супер. На улице у нас токсичный дождь, что я про него как-то даже забыл. Так, у нас исследованы 14,5 миллиметров пулеметы. И давайте продолжим, что нам тут пока доступно. Ну, давайте делать удобрения, в принципе-то. Нам сейчас мало что доступно на этом старом станке, убогом. Так что делаем все подряд. И когда мы уже сделаем нормальный станочек, вот тогда мы разберемся, собственно. С тем, что нам изучать и как. Так, Экхард, тебя надо отправлять делать нефтяночку, но у тебя что-то явно не то с настроением. Давай посмотрим. Так, да в принципе-то все должно быть хорошо с настроением, но настроение тем не менее говно. Я не знаю почему так получается. Так, компс, давай-ка перенеси вот это дело. Нефтяночку надо переносить, нефть. И потом еще и перерабатывать было тоже неплохо. И ты бежал сюда только для того, чтобы очистить ее от металлолома. Ты идиот. Ну, похоже, что так. Компоненты 15, механизмы 8 и электронные компоненты 8. Значит, нам надо... О, у нас наконец-то есть кто-то, кто делает стекло. Это очень радует на самом деле. Хорошо, давайте мы сейчас переключим. Включим вот этот вот станочек и начнем делать электронные компоненты. Даже небольшой запасик сделали. 16 штук. Это позволит нам и нефтяночку собрать, и какие-то может быть лампы освещения, еще что-то такое придумать, где они будут нужны. Так, что у нас вот здесь по свету? 60 процентов. Ну, так себе. Давайте вот здесь вот, наверное, освещение повесим. Так, потолочная лампа. Вот так вот. Сразу будет и сюда, и эти вот коридорчики освещать. Экарт, а что тебе опять не нравится? Родное сердце. Химический ожог легкий, да? Неприятно, неприятно, но ничего не смертельно. Все, братюня, братюня, иди спать, потом закончишь. Так, и что у нас тут с помещением? Чуть-чуть осталось выкопать здесь. Буквально реально чуть-чуть. Сейчас отправим туда, может, Гринни быстренько додубасить все это дело. Так, Гринни не хочет туда отправляться. Что-то додубашивать, он пошел вон провода ставить. Хорошо, хорошо. Ладно, Гринни, тогда лампу хотя бы сделай. Ну, лампу я сделаю. Чувствуете, да? Еле-еле заставили его сюда сходить. Так, отлично. Лампу он действительно сделал. Харри, что такое? Не хватает, ага, не хватает нам песка. Давайте мы назначим еще пять камней раскрошить в песок. Это нам сейчас будет полезнее. Отлично, комнату мы можем уже заканчивать. Что там у нас по булыжничкам все время забываем? Мрамор. Мрамор, давайте здесь сейчас поставим мраморную стеночку. Вот такая вот у нас получается комнатка. Какой у нас тут еще-то материал есть? Известняк и гранит? Нет, к сожалению, маловато. Известняка и гранита, поэтому будем делать полы просто из мрамора, как обычно. Вот таким вот образом. И отправляем сюда сразу Гринни. А Гринни, собственно, занимался, почему-то занимался нефтекачалкой. Хотя ей должен заниматься Экарт, у которого, как обычно, настроение говно и которое, видимо, ничем не хочет заниматься. Что вы хотите? Хотим сейчас. А что? Непонятно. Так, куда ты собрался, Экарт? Почему копать мрамор? Я не понял. Ты должен в первую очередь хотеть что-то строить, по-моему. Исследование завершено удобрением. Давайте дальше посмотрим, что мы можем здесь исследовать. Деревья нам явно не нужны. Пимикан. Переключатели. Давайте переключатели выучим. Они нам могут пригодиться реально. И здесь у нас опять куча булыжников, которые тоже надо, соответственно, перенести все на склад и переработать, наконец-то, в том числе и на камушки. А вы, ребята, вы, ребята, давайте-ка... А, здесь вы уже все закончили. Молодцы какие. Отлично. Значит, мы можем здесь уже проводить освещение. А, ну, освещение мы не можем проводить, потому что надо электричество. Освещение... Электричество. Надо электронные компоненты. И стекло нам надо тоже. Не, надо здесь, я чувствую, еще вот даже вот как-то вот так вот десяток на песок пустить, потому что песка надо очень много. Так, Экхарт, как ты там пожелаешь? А Экхарт у нас заканчивает нефтяночку. Наконец-то заканчивает нефтянку. Надолго ли, ребята? Мне кажется, что не очень. Так, а что у нас тут-то лежит? О, детали 80-миллиметрового миномета. Я прям не знаю, все такое вкусное. Хорошо, да. Так, а почему мы не можем? Потому что у нас стоит зона база, а все это дело находится за пределами зоны базы. Ага. У Экхарда импульсивная уборка. Ну что, не самый плохой психоз, даже, я бы сказал, очень полезный. Займется делом, наконец-то. Так, тут у нас булыжник один лежит. Давайте его тоже перенесем на всякий случай. И Грини, как у нас тут, комнатку-то заканчивает. Да, практически закончил. Осталось в этой комнатке поставить зону уборки, потому что я чувствую, что она там, да, все верно, она там не входила. И поставить здесь роскошную кровать. Давайте. Сейчас, из чего бы ее поставить-то, ребят? Шкура муфала, альпака. Зайца у нас тут нету. Нет, похоже, что зайца нету. Есть белый медведь. Так, шкура белого медведь. Ага, мы тут не можем ничего такого выбрать, собственно, кроме, пожалуй, что муфала. А подождите, а из альпака сколько там получается? 120. Нет, из альпака нас не устраивает, потому что здесь 130, эффективность отдыха из муфала, поэтому будем делать из муфала. Вот так вот. И сразу сюда поставим еще дверь. Ну, как же без двери в отдельную комнату? А то это уже лажа какая-то получается. И здесь у нас будет жить Харриет, потому что он у нас ремесленник. Давайте мы его сюда и назначим. Или ее. Вообще кто это? Она или он? Она. Экхард, ты можешь вот здесь вот импульсивно убраться? Похоже, что не особо. Может, ты можешь, но не хочешь. И очередной день у нас подходит к концу, а мы опять не сделали вот здесь вот никаких станочков. Это печально. Более того, даже почему-то здесь не закончили электрический кабель. Хорошо, давайте мы здесь сейчас в любом случае поставим потолочные лампы на освещение. Вот хотя бы как-то, наверное, вот так. Потом, может быть, где-то... Да не потом, а прямо сейчас вот здесь вот сделаем еще. Пускай все будет светло и красиво. И дверь, а также где тут у нас мраморные блоки. Так, ну вот очень не вовремя, ребята. Тропические культуры. Это очень нам нужно. Просто вот офигитительно нужно. И давайте... Так, цветное освещение нафиг. Ну вот можно пошив ковров, хотя их обычно почему-то никогда не делаю. Хотя они там добавляют достаточно много, скажем так, и настроения. Так, что такое? Да, их кто-то явно. Давайте их разберем, а то мы на них дрова только тратим. Погасить их, к сожалению, похоже, нельзя. Только разобрать. Так, рабочие перчатки и шкуры пум, носимые грине, износились в пыль. Вообще, конечно, с одеждой нам тоже бы надо разобраться. Так, а что ты вообще делаешь? А, разбирает костер из дров. Ну, конечно, тебе больше заняться-то нечем совершенно. Экхард не может этим заняться. Так, а пушка Экхарда, слава богу, осталась. Не выкинул он ее. Хоть что-то радует. Так, и куда ты собрался? Вот ведь придурок, а? Да. Вот назначил человеку занятие. Нет, он пошел заниматься совсем другим делом. Ага, еще и металл он не плавил тут совершенно. Печалька. Давайте, кстати, переключимся снова на металл, наверное, потому что угля у нас уже более чем достаточно. И будем добывать дальше опять железо. Ой, у нас токсичный дождик закончился. А я что-то про него даже и забыл совершенно. А Экхарда тем временем давайте отправим заниматься строительством наконец-таки. Он у нас бегает явно быстрее, чем Гринни. Давай-давай, работай над кабелем, поработай. Да что ж такое-то? Жрать, жрать, бегать и работать. Почему копать-то, ешкин ты морковкин? Экхард, что происходит вообще? А, шахтер на единице. А почему у тебя шахтер на единице? Интересно. Там мам вообще-то вовсю копает. Я даже не помню, когда я ему ставил, собственно, шахтер на единицу. Так, пошив ковров у нас изучен. И мы можем дальше продолжить изучение. Давайте переключать или доп. Автоматически выдавать напряжение, когда будет обнаружен враг. Ну, нормальная вещь. Так, и здесь мы можем лампу тоже сделать. Единственное, что у нас тут сейсмически опасная зона. И поэтому все вот эти лампы могут накрыться медным тазиком, вы понимаете. В любой момент просто. Так, хорошо, ребят. Давайте вот, что я еще хотел бы сделать. Я бы хотел вот этот выступ нафиг скопать. Потому что за ним прячутся враги, если что. То есть вот здесь у нас есть линия такая, через которую мы простреливаем по прямой. Ну, вот у нас здесь ребята сидят. И вот здесь вот спокойненько прячутся враги. Это не есть гуд. Вот, давайте мы копанем все это дело. Ну, для этого нам надо выставить здесь зону база. Вот так вот. И надо так. Что у нас у Экхарда? Значит, так, понятно. Здесь мы ему все выставили. Пускай занимается строительством. Экхард, давай-ка ты. А, ну ты жрешь? Ну, давай. Вот пожрал все, пошел строй. Бегом. Потому что я хочу в этой серии закончить таки научный стол. А мы тут не то, что научный стол не закончим. Мы тут вообще с места не сдвинемся по ходу дела. Такими темпами. Так, что там такое? Не понял. Что-то у нас... Что это значит? А, визитерсы. Они передумали к нам идти, похоже. Так, пуховик рассыпался в хлам, который носил Грини. Это вот это совсем неправильный расклад. Грини сейчас, бедняга, замерзнет. Давай-ка ты быстренько сошьешь нам пуховичок еще один. Лучше два, на самом деле. Если тебя сейчас гипотермия с лоботомией не замучает. Так, а что у нас с электричеством такое происходит? Я что-то не совсем понимаю. У нас где-то что-то неправильно работает, как я понимаю, да? Опять. Просто у меня опять вылетала игра. И, к сожалению, где-то что-то мы могли... Да, вот оно. Так, кто-нибудь здесь есть? Вот, Харриет. Давай-ка ты переключи вот эту вот фигню. Тьма наступает. Ятишкина жизнь, ребята, блин. И сейчас у нас еще электричество не будет. Вообще, вообще суперотличненько будет. Вопрос в том, где нам лучше ныкаться. Это очень сложно теперь сказать, честно говоря. Хорошо, давайте попробуем все сныкаться вот в этой комнате. Здесь вроде свет есть со всех сторон, поэтому, как вариант, может быть, мы здесь и сможем что-то противопоставить этой тьме. Давайте прицельный... Не прицельный выстрел. Значит, в угол все... Да, не в угол. Значит, вещи экипироваться. Маверик. Харриер сюда, а все с пушками. Так, вот как-то вот так вот. Давайте встанем и попробуем здесь... Как-то оборонять... Чего? О, а, целое племя путешественник прибыло в район. Да, капец племени путешественников на самом деле. Они пошли ломать наши двери, блин. Уроды. Уроды просто. Переломали нам все двери опять. В очередной раз. Зачем? Непонятно. Совершенно. Давайте мы перезарядимся здесь пока стоим. Они сюда не дойдут по ходу дела. Если нам хватит электричества, ребята. Я, честно говоря, не совсем понимаю, зачем здесь доставлена... Как заставка вот эта рэпованная какая-то нужна. Но, в общем, она обозначила, что все нормально. И мы спаслись в очередной раз. Давайте мы сейчас поставим автодвери. Кстати, вот нам тут снесли очередную. Вот уроды, блин. Натуральные уроды. Вот как будто мне больше делать нечего, как двери постоянно строить новые. Необычная тьма ушла и забрала все трупы. Ну и ладно, в принципе, я не против. Почему нам не хватает электричества, вот мне лучше скажите. Что у нас потребляет опять какое-то немеряное количество электроэнергии? Вроде бы все должно нормально быть. Но, тем не менее, нефтянка. Ну, вот так нефтянка у нас всегда была. Я не знаю. Так, Гринни, Гринни, давай-ка ты пуховичок свой дошей, пожалуйста. А Харриет пускай идет... Вот, нефтяночку сейчас включим и топливо добавим. Так, я сказал включим. А в чем проблема? Подождите, у нас тут, похоже, кабеля где-то не хватает. Нет, все нормально с кабелями. А почему она у нас выключена? И что такое? А что показывает, что она отключена-то, ребят? И что теперь? Что происходит вообще? Почему она у нас отключена, когда тут есть везде электричество? Давайте переподключимся. И что изменилось? Да ни черта не изменилось. Кабель. Нет, ну, ребят, электричество же есть. Есть. А почему все выключено? Что такое? Почему нам показывают какой-то бред, ребят? Что-то я недопонимаю в этой жизни. Экхард, давай кабели сделай здесь на всякий случай. Потрясающе. То есть у нас электричество есть, включено, но выключено. Так, что значит из-за... Ага, ребята, вы там это, аккуратней, пожалуйста. Пожалуйста, аккуратней. Зоны добавить область без крыши. Давайте мы добавим область без крыши вот таким вот образом, чтобы тут ничего не падало. Так, где падает-то? Я что-то понять не могу. Так, ты можешь отсюда крышу убрать? Ты не строитель, да? А ты и ты не строитель. Чукча не копатель, Чукча писатель. Понятно. Убрать крышу. Да убирай уже. Вот ты зараза, а. Ты можешь сразу разом тут все убрать? Нет, не может. Насрать им хотел на то, что надо убирать, что там кого-то может убить. О, ребята, все включилось. Давайте переработаем еще немножко нефтяночки, и, соответственно, мы сейчас заправим топливную электростанцию. Теперь нам точно должно всего хватить. Да, у нас пошла зарядочка на аккумуляторах. Все отлично. И как у нас здесь со строительством? А здесь все как-то очень медленно. Лампы не строятся. Кабель это хотя бы есть. Кабели есть. Кабели есть. Вот надо, кстати, по кругу замкнуть. Это безобразие. Отлично. Отлично, ребята. С этим мы разобрались. И давайте посмотрим, что у нас, значит, по новому станку-то. Продвинутый научный стол. Пластик, штейнсплав. Там, в принципе-то, наверное, плевать, из чего его делать. Давайте из алюминия его сделаем. Вот так вот его поставим здесь. Пластика у нас недостаточно, но пластик это не проблема, мы его сейчас сделаем. Грини, занимайся. И Эхарда отправляем делать, как самого молодого, пускай бегает. Первое, что нам надо сделать, сделать медицину нормальную, чтобы Грини наконец-то сделать нормальные протезы. И, кстати, двери, да. Вот двери, молодец. Грини сам взялся. Все верно. Так, а здесь у нас что, топливо, да, как я понимаю? Так, ну да, здесь на этой палете должно быть топливо. Хорошо. Мы делаем, наконец-то, научный станочек. Я думаю, что сейчас мы как-то вот так вот... Ага, у нас еще и расхитители в гости, да, пожаловали? И сразу они по ходу дела куда не ломятся. И вот это вообще что такое здесь? Что здесь произошло, ребята? Вы посмотрите, сколько здесь стволов разных. Ох ты, ё-моё, ребята, кто здесь вообще разложился-то? Я что-то понять не могу. Но кто бы здесь не разложился, ему, видимо, капец. Хорошо, давайте мы вот что сделаем. Во-первых, в назначении создадим еще один под ФАМАС. По-моему, у нас там ФАМАС вот есть. Давайте под него сделаем, значит, ФАМАС. Где она у нас тут есть? Есть ФАМАС и по трошке FMJ 150 штучек. Отлично. Значит, МААМу выдаем лазерную винтовку и КОМСу выдаем ФАМАС. Сейчас пойдем всем этим делом заниматься, со всеми этими упырями разбираться. Заодно приволочем кучу винтовок сюда. Ну, вот так, КОМС взял, вооружился. Значит, МААМ тоже вооружился. И переключатели у нас готовы. Давайте продвинутый пошив ковров пока изучим тоже. Так, 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 куда вы там все побежали? Значит, ДОК, МАВРИК, ЭКХАРТ. Сразу, кстати, винтовочку, пожалуйста, в руки. Винтовочку в руки и сюда. МААМ, что у тебя по нуждам-то? Блин, я не знаю, почему у него настроение плохое, но настроение у него говно. И КОМС вот этой толпой. Мы сейчас сломанемся вниз. Не то, чтобы они там все прям так нужны были. Просто, ну, чтобы разобраться с какими-то там тремя-четырьмя расхитителями. Это пофигу на самом деле. Основная фишка то, что они нужны для того, чтобы приволочь все, что там у нас лежит. Ох ты, хорошо, как засандалило-то. Еще и труп сразу зажарился, и там сразу бифштексы паучины. Ну и пускай горит, фиг с ним. Нам сейчас вот это вот надо. Кстати, ребята, давайте-ка мы попробуем спасти вот этого товарища, наверное. ДОК, давай-ка. А, что, захватить? То есть это враг, что ли? Что за враг? Подождите, давайте. Уродливость любитель животных. Он еще и зоофил, гаденыш. Нет, такие нам точно не нужны. Значит, у нас тут куча всяких ништячков. Вот калаша мы, калаш однозначно мы забираем. Значит, давайте мы сейчас всем выставим здесь неограниченную зону. Винтовки мы забираем, дробовики тоже забираем. Все это мы несем на базу. Что тут еще полезного такого есть? Давайте вот так рациончики заберем. Да больше здесь, в принципе-то, ничего такого нету. Вот так, мам, давай-ка ты вот заберешь вот эти все блюда. Так, что такое? А, вот. У нас появился нормальный научный стол, ребята. А в чем разница? Так, так, так. Что мы так... А, медицину мы можем теперь, да, третью изучать. И что это нам даст? А также позволит строить контейнеры... Так, 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 так. Так, искусственных имплантов внутренних органов. Ребята, а где вот обычные мне можно как-то поставить? Фиг... А, вот госпиталь, госпиталь. Вот что мне надо. Госпиталь, обязательно исследовать. Наконец-то мы сможем исследовать госпиталь. И... Так, кстати, второй научный стол нам надо? Не надо, наверное, пока. Давайте здесь мы сейчас все-таки под него пространство мы подготовим. Сейчас здесь вот копанем и замкнем комнатку вот таким вот образом. Булыжнички, булыжнички. Тоже перенести надо все обязательно на базу. Не переработать часть из них на песок, мне кажется. Опять десяточку, на самом деле, переработаем. А хотя... Черт, у нас и простых камней маловато осталось на складе-то. Лазерный луч осталось маловато. Очень жалко, на самом деле. Так, винтовки. Значит, винтовка. Оружейные компоненты надо бы тоже сделать, да? Хорошо, давайте здесь мы назначим извлечь исходный материал для всех бесконечно. И расстояние поставим вот такое вот. Чтобы вот это все он разбирал. Все, что отвратительного, плохого качества и так далее, все это будет разбираться. Значит, кто у нас тут кто? Шахтер, компс и строитель, да? И МААМ у нас тоже шахтер. Значит, просто я все время забываю, кому здесь что выставлять. Значит, здесь у нас Builder & Miner. И МААМ у нас просто Miner, на самом деле. МААМ, да, у нас просто Miner. Пускай они винтовочки сложат на место и займутся уже другими делами. Хорошо. Так, ученый, ученый. У нас Док и Экхард, да? Ну, Экхард лесом идет пока. Пускай Док. О, отлично. То есть ей все нравится, как я понимаю, да? Что у нас тут сейчас? Сон на холоде? Блин. Гринни, ты до сих пор себе пуховик не сделал, блин. Сколько ж можно-то? Как он еще там не замерз насмерть? Минус 11 градусов. В чем он ходит-то? Ну, правда, это опять будет очень надолго, я чувствую так. Кстати, что у нас там по столикам? Маленький шкаф с инструментами. Так, из чего мы можем его сделать? Ну, давайте из алюминия сделаем. А, там три электронных компонента зачем-то нужны. Интересно, зачем они там могут быть нужны. Так, а сюда вот мы можем поставить? Можем же, я думаю. Можем. Так, электронные компоненты. Здесь у нас все выключено. И, более того, стекла у нас на них нету. Так, у кого там безумие? Сон на холоде. Причина, и он начинает жрать, как ненормальный скотина такая. Вот смотрите на него, блин. Волчий голод, мать его. Мы бы по башке двинуть хорошенько. Так, у нас торговец роботами мимо пролетает. Давайте посмотрим, что у этого торговца есть. Кстати, смотрите, реально торговцы очень редко бывают. Так, детали роботов. Компоненты штейнсплав. Ничего хорошего для нас у него нету. Единственное, что можно, в принципе, золото. Ну, давайте чуть-чуть прикупим, чтобы не добывать. На один слиточек, самое топ. На полшишечки. Так, и что у нас там по исследованию-то? Ну, док что-то как-то очень долго затягивает. Я хочу Грине, наконец-то, сделать нормальным человеком. И сделать ему приятное, так сказать. Поставить ему нормальные протезы. Так, и мы можем вот эту штуку закончить, наверное, да? Грине, ты можешь это... Почему ты не можешь это закончить? Электронные компоненты. Ага. А почему? А куда они делись? Что-то уже успел построить, злый день. Без моего ведома. Приступ голода у Моам проходит. Но попутно он, зараза, успел сожрать всю хорошую еду, которая у нас здесь лежала. Отличный товарищ вообще. Просто замечательный. И нам надо бы вот здесь, на самом деле, переработать еще нефтяночки. Потому что, что у нас там с электричеством? Ну, на пределе. Мощность 10 ватт у нас в плюсе всего-навсего. И Грине у нас сделал пуховик. Но пуховик получился не очень хорошим. Однако, давайте посмотрим, что у нас по вещам у ребят. Значит, приманка, шкура, крыс. Что? 25,5. Хорошо, давайте посмотрим по табличке. Значит, минимальная комфортная температура. У кого у нас? У Моама, да? Что у Моама? Да, явно. Явно у него хуже одежда. Давайте оденем этот пуховичок. Да, тут какой-то костюм из Кевлара. Он от пульта, может, и защищает. А у Харьера еще минус 27. Тоже ничего хорошего. А что-то дальше делать? Делать штаны, да? Из шкуры белого медведя. И пуховики бы нам тоже не помешали бы. И как у нас? Да, у нас побыстрее стала работа двигаться. Явно вместе с этим вот столиком. Явно лучше стало. Но, блин, Гринни. Гринни, злый день. Какого же черта ты все выкинул-то? Так. И надо бы еще Харьера заставить, наверное, поработать там. Потому что, ну, чтобы все было на несколько дней у нас обеспечено электричеством и топливом, соответственно. Надо еще где-то сотни-две топлива. Но для этого надо еще переработать 5-10 нефтяночки. Вот так вот уже лучше. Давайте заправим сейчас все это дело. Давай-давай, заправляй, братюня. Госпиталь у нас второй исследован. Давайте посмотрим, что у нас там. Есть ли еще госпиталь какой-то? Медицина я вижу. Хорошо, есть третий. А госпиталь-то у нас есть третий? Давайте начнем с медицины, наверное. Хорошо. Что у нас, значит, есть по органам? Улучшенное бионическое ухо мы можем поставить? Это, по-моему, как раз медицина нужна. Мы можем залечить царапины. Косметика уха. Интересно, это что значит? Косметика уха. Удалить части тела. Это все, конечно, замечательно. Но что-то мне это не особо плющит. А что мы здесь можем сделать? Вырастить почку, вырастить глаз. Давайте мы сейчас сделаем вот так вот. Что-то там извлекать собрался, интересно. Нам нужна почка и глаз. Потому что глаза у Грини нет. Так, пуховичок сделан. Да, или что это? Пуховик опять говно, да? Да что ж такое-то? Харри, что это у тебя все меньше и меньше? Ты что там одеваешь-то на себя, придурок жизни? Пуховик. И что это за пуховик, интересно? 9,5 градусов? Ты где такое дерьмо-то нашел, товарищ? Пуховик из чего? Из железа, что ли? Переработай его сразу, чтобы никто, не дай бог, не одел это говнище. Так, из-за опор рухнуло... Ой, ё-моё, ребята, вот это печалька. Давайте-ка мы здесь сейчас сделаем сразу комнаты, наверное. Стена из мрамора. Давайте вот так вот сделаем сейчас комнаты. А то сейчас тут все обвалится, блин, и будет совсем нехорошо. Вот так уже хотя бы не обвалится. Так, почка выращена. У нас у кого-то там не было почки и глаза нет, да? Хорошо, можем мы сейчас пересадить глаз? До сих пор не можем, ребята. Ну что это такое-то? Лечить ожог правый глаз? Так и у него нету глаза вообще, по-моему. А, у него, значит, левого глаза нет, и правый глаз у него ожоговый шрам. То есть вообще просто супер. Парню повезло. То есть у нас лучший ремесленник работает без глаз. Ну, наверное, потому что он реально лучший. Хорошо, пойдем, значит, отдых и лечение. Давайте хотя бы Грини тогда залечим то, что есть. Док, док, черт, правда, ты не выспалась нифига? Ну ладно, это не столь важно. Зачем действительно доктору быть выспавшимся, когда делаешь операцию? Спасите поселенца. Что такое? Что случилось? Инсульт. Инсульт разбил Экхарда. А у нас есть еще врачи вообще нормальные? Маворик 4. Экхард 1. Экхард сам себя вылечишь тогда. Маворик, давай-ка спасай товарища. Можешь еще его и... Нет, ну почистить. Да, он там заболевался, но надо в первую очередь вылечить его. Найдено сокровище. 200 серебра под кроватью. Так, что у нас у Грини со здоровьем? Отлично. Глаз ему вылечили. Один хотя бы. Но нам надо лечить, дальше изучать медицину и дальше изучать госпиталь, судя по всему. Чем мы, я думаю, и займемся в следующей серии. Сейчас давайте здесь поставим максимальный приоритет и назначим стены здесь из мрамора. Вот таким вот образом. Также мы сейчас здесь плиточку положим, тоже мраморную. Вот так вот. И на этом мы эту серию заканчиваем. Если она вам понравилась, то, как обычно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии обязательно под видео. Ну и по лайкам я буду понимать, насколько вы хотите видеть серии по Римворлд каждый день. Ну а с вами был Грини. Всего доброго и всем до новых встреч. Всем пока.